Когда говорят о Гоффмане, многие вспоминают детскую сказку «Щелкунчик» с запахом мандаринов и новогодней елки. Однако у автора немало произведений других, мрачных, сказки, которые посвящены двоемерию и вечной борьбе человека с обществом. Да и сама жизнь немецкого романтика была во многом схожа с его работами. Закрытый показ Гоффманиады на Ленфильме организовала для своих членов Ассоциация выпускников СПБГУ. Выход ленты долго откладывался по разным причинам, и только недавно работа была закончена. Главный герой – Эрнст Гоффман. Днем он работает в канцелярии, вечером же уходит в мир фантазий. Как проходил процесс съемок, рассказала художник-постановщик Елена Ливанова. Сложно его было делать по многим причинам. Наверное, потом, после фильма, когда вы посмотрите, можно будет объяснить какие-то противоречия, которые возникали в картине. Но несмотря на то, что время создания было такое длительное, вот как ни странно, сейчас он даже более актуален, чем тогда, когда мы его начинали. Процесс создания фильма затянулся более чем на 15 лет. Поэтому часть Гоффманиады снимали еще по старинке, на пленку. Каждую куклу делали вручную, по эскизам главного художника Михаила Шемякина. Некоторые куклы и эскизы костюмов показали на презентации ленты. Кукла, какая она, живая или мертвая? И, конечно, давайте без мистики говорить, куклы не живые. Но в то же время люди воспринимают их как живыми. А почему? Почему так получается, что вдруг мы начинаем сопереживать героям, одушевлять их? Потому что они себя ведут так, как ведут себя живые существа. Но ты доказал свою верность, будь свободен и счастлив. Озвучивали кукол такие известные актеры, как Вячеслав Полунин, Александр Ширвин, Наталья Фессон, Алексей Петренко. А сам Гоффман говорил голосом Владимира Кашевого. После просмотра Гоффманиады зрители смогли поблагодарить создателей мультфильма и даже задать им несколько вопросов. Ведь каждый увидел Гоффманиаду по-своему. На это и надеялись создатели ленты. В ближайших планах ассоциации выпускников экскурсия в Петербургский музей стрит-арта. Элина Фрейман, Константин Петров. Самое время.